я вас приветствую друзья в этом ролике снова тема ярослава лифсона гибели молодого человека некоторыми уточнениями некоторой добавкой к той информации которую я уже озвучил по информированным источником кое-что удалось выяснить и также я хотел бы заодно снова дать некие ответы на комментарии под моими предыдущими видео на эту тему давайте начнем с комментариев вот у меня сложилось четкое представление что эта тема она искусственно заглушается вот прям очень очень четкое представление чем дальше я в нее углубляет тем больше вижу постороннее влияние особенно по комментариям который появляется под моими видео недавно была одна яростная сторонница что тут ситуация все предельно простая сторонница версии наркомана который поехал за накладкой и там ее употребил и погиб прям до удивления я так понимаю информированная сторонница и ее вот комментарии они прям так перекликаются с программой малахова и со всеми вот этими событиями совсем вот этим давлением на эту историю и с прекращением уголовного дела а уголовное дело прекращено за отсутствие состава преступления но это просто вообще что-то из разрядов рекордов книги динвеста наверно потому что как-то странно некоторые дела у нас долго и упорно продолжаются а тут очень быстро она прекращена только только ведь события этого года 10 марта был найден а уже все никто ничего не расследует поставлена . не объяснило ничего практически очень много непонятностей но . поставлена и в программе малахова уже выведена четкая версия про закладки там просто втаптывали эту мысль я еще раз повторяю и в комментариях тоже постоянно идет будоражение некоторыми я так понимаю специально назначенными людьми или заинтересованными и вот чем больше вот это вот идет втаптывание вот этой закладки сам посол за закладкой сам ее травил то тем больше я убеждаю что эта история искусственная что здесь что-то прикрыто что здесь есть присутствие кого-то кого хотят максимально замазать и сделать так чтобы его или ее или эту группу лиц никто не смог заметить почему потому что еще раз повторяю ехать за закладкой вот туда это самое нелепое предположение вот я только так могу сказать и утверждать могу со станции метро динамо ехать квартал хомутово и говорить и писать и заставлять в это верить всех я имею ввиду программа малахова так называемое расследование плюс комментаторы которые пишут под моими видео но это знаете вы можете сами себя в этом убеждать но любой человек умеющий мыслить а зрители моего канала именно к мыслящим и относятся должен прекрасно понимать что нет никакой необходимости ехать за какой-то закладкой который ты срочно хочешь употребить а что это такое употребить это какие-то наркотики я не знаю там какого типа но явно не тяжелые не надо тут фантазировать что кто-то сприт и там прячут сугробах это просто попытка оболгать человека вот на пустом месте откровенная попытка да вот там не был идеален я не говорю что я сейчас как раз не пытаюсь его морализировать не в этом суть суть в том что воспользовавшись некоторыми моментами в его жизни как и в жизни многих таких молодых людей не только в москве и вообще на пределами москвы даже за пределами россии миллионы таких людей и у каждого есть некая маленькая зацепка наверняка которую можно вот так вот гипертрофировано расстрелить и все и дать выдать некие мысли что вот конченый наркоман поехал за закладкой и сам отравился я в этой истории такого просто не вижу и чем больше в этом пытается убедить тем больше я убеждаюсь что это неправда ни за какой закладкой никуда он естественно не ехал ехал он именно для того что с кем-то встретиться вообще цепь событий там очень странная вот этого ночное сидение у девушек она не постоянно не каждый день это не образ его жизни ближайшие четыре месяца до этого события он никогда не находился в это время вне дома поехал к этим девушкам коллегам по работе ну и уж не знаю по приглашению или или просто захотелось развеяться скорее по приглашению парень видный привлекает внимание высокий есть чем привлекать внимание и положением и внешним видом что устут сказать не зря он старался лепил себя это тело именно для привлечения внимания девушек это делают молодые парни но наверное это для кого-то открытием служит ну вот я объясняю человек раз так старательно лепил из тебя вот такого качка то наверное он хотел получить внимание девушек и получал его безмерно это внимание и возможно вот это внимание и повлияло на его поездку именно не домой сразу а куда-то вечером посидеть но засиделся там скорее всего не отпускали но зачем такого парня приглашать домой чтобы его мы побыстрее спровать понятно но для меня все понятно я давно живу я знаю про отношения между мужчинами и женщин но его совершенно там ничего особо не держала этапа это тоже четко видно и тут появилась какая-то переписка кто-то усиленно с ним о чем-то переписываться возможно его куда-то звали на какую-то головую встречу какие-то дела то что переписка была долгой как утверждается это говорит о том что он не хотел никуда ехать он наверно отвечал давай завтра давай потом давай нет не хочу или еще что-то мы не знаем потому что мы ее не видим у нас ее нет она каким-то загадочным образом исчезла из его телефона видимо вот эта закладка она повлияла на телефон и до 1 стерла там все вот такая вот закладка в хомутове волшебная до существует по мнению по крайней мере полиции и на перту к остается гадать что он там делал ведь даже если он поехал за закладкой это опять таки должно быть отражено в переписке как вот себе вы это представляете вот телепатически общался столь с тем кто ему объяснял где что взять должно быть перечисление неких сумм кому-то вот именно в это время об это тоже кстати стоило бы проверить и выяснить кому было перечислено некая сумма денег вот в два часа ночи 13 февраля пойти по этому следу раз вы считаете что там присутствуют наркотические вещества и он безусловно за ними ехал но я надеюсь у проверено кому были перечислены деньги и узнать о их задержан и дает признательные показания плане распространения наркоты и кстати я уверен что полицейские обратили внимание на передачу малахова в которой четко прозвучало что на видеокамерах постоянно присутствуют люди ищущие закладки прям дословно они обязаны про на это отреагировать наверняка я съемки с этих камер уже сняты наверняка выявлены те кто оставляет эти закладки в сугробах не только те кто их забирает а кто оставляет я уверен что эти люди задержаны это задают признательные показания ну правда наверняка ведь так или нет никакая работа в этом направлении не проводится а тогда каких закладках вы говорите то есть если вы сказали а делайте действие делайте b то есть утверждаете что там есть закладки доказывайте доказывайте своим действием предъявляйте людей которых на камерах выявили как закладчиков поймали и вот они сидят теперь обо всем рассказывают вот эти лицо заретушировать неважно можете голос изменить сейчас много есть технологий пускай рассказывают нету таких но тогда ваша версия про закладки она такая конспирологическая как и моя например про криптовалюту то есть мы на равных условиях но дело еще раз повторяю было закрыто невзирая не на все эти вопросы вывод такой что приехал за закладкой дальше вывод следует еще более странный что пошел в лес зачем-то там видимо хотел применить эту закладку наркотическое вещество при этом он еще и умудрился там заблудиться находясь рядом с тропинкой ну вот странный человек наверно воздействие да правильно да да то есть он срочно что-то такое в себя запихал потерял ориентиров ориентацию в пространстве посол в лес и там отравился от этого вы не понимаете что я сейчас сказал я тоже не понял а это вывод вот на основании вот этого дело прекращено более того делает выводы что он мог вообще-то даже самоубийством здесь покончить но это помог еще нелепее вот еще более нелепие потому что если вы считаете что там есть признаки самоубийства то надо бы как-то разобраться а какие причины может быть это доведение до самоубийства есть уголовная статья значит с этим надо разобраться но с этим никто не разбирался то касается его инстаграма да посмотрел я его инстаграм там вот там демоны три сестерки там черепа да ладно все это такая ерунда честно сказать кстати там не увидел никакого страдания от расставания вот этой вот участницей дом 2 по моему ему был глубоко безразличны он больше самолюбованием своего тела занимался он был очень влюблен в свое тело это четко видно он его выставлял на показ ну правильно еще работали для чего тогда его накачивать но и отдельные участки тела он выставляет там на показ тоже хвастается понятно есть чем похвастаться и он хвастается я там не увидел никаких то каких-то признаков вот этого углубления куда-то в темную сторону нет демоны это знаете это такая ерунда опять таки новомодная с у каждого человека должен должны быть свои демоны и надо с ними бороться но это достоевщина даже некая ничего это все проходят особенно вот под влиянием так называемых рэперов нынешних у нас это очень любят тоже впихивать поэтому его instagram это больше понты я бы сказал чем что-то очень такое серьезное и в нем совершенно не видно никаких признаков человека который хочет уйти из этой жизни никаких признаков дискомфорта нет понимаете он комфортно себя чувствовал жил дома с родителями ему было комфортно он ночевал там постоянно он не пропадал ночами вне дома то есть ему незачем было куда-то уходить в леса и там травиться понимаете нет этих признаков и поэтому вот это поспешность закрытие дела вот эти странные выводы судмедэксперта которые опровергнуты еще раз по информированным источникам опровергнуты выводы что под воздействием там пару веществ которые усилили действие друг друга произошло отравление там не так совершено они наоборот глушат действия друг друга но никак не усиливают и там должно быть тогда быть признаки инфаркта и иначе по-другому нельзя то есть это должно было быть так что огромная лошадиная доза должна быть в организме которая приводит к остановке сердца но сам за тут мед эксперт да показывает рассказывает что никаких изменений в органах не отмечено никакого влияния веществ на органы не отмечено в том числе на сердце как тогда мог он умереть от отравления если вещество не подействовало вот за еще в чем проблема то всего этого дела то есть не установлена точная причина смерти причем изначально сразу же предполагалось что он ушел заблудился устал сел начал засыпать заснул откинулся и умер замерз потому что но потом признаков замерзания тоже не нашли вообще никаких абсолютно от слова совсем и тогда получается что нет никаких понятных причин его гибели но состава преступления здесь точно не найдено как как можно не найти состава преступления при неизвестных причинах гибели вот это вообще загадка этого дела просто удивительно как это так могло случиться и судя по всему стояла еще информационно облепляется вот таким образом да видно прям неверном гладом и программа малахова участвовал в этом информационном сумме который создал вокруг этого дела признаки гибели конченого наркомана как сейчас об этом везде пишут и говорят и создает у меня убеждение что это искусственное прикрытие чего-либо что это специально сделано для того чтобы убрать из этой истории кого-то или группу еще раз повторяю ли кто-то здесь есть причем эти люди имеют такое влияние что смогли создать вот такой информационный сумм быстренько привести к закрытию ляпать какое-то странное судмедэкспертное заключение и на мой взгляд это лишний раз доказывает что ярослав попал в какие-то жернова куда-то его затащила может быть случайно может быть неумышленно он оказался там или знаком с кем-то или там где не надо было и таким образом его подтянули к этому кварталу подтянули к этому месту специально создали ауру на заранее планируя это будет потом поехал за закладкой конченый наркоман и так далее и вот таким образом погиб но видимо там надо было еще от замерзания но уже никак не получалось почему-то не получилось вот не дать по какой причине и невзирая на гематомы на ногах там это явные следы ударов просто-напросто невзирая на порванный ботинок который непонятно где он порвал в сугробе столь порвал или как можно его порвать невзирая на отсутствие карты в его портмоне кредитных и всяких но любых вообще невзирая на то что телефон был найден отдельно его вообще родители сами нашли невзирая на все это дело закрыли ввиду отсутствие состава преступления гениально именно поэтому я и решил освещать это дело потому что это несправедливо потому-то это а откровенная ложь просто льется из каждого факта который узнается в этом деле и здесь явно явно есть признаки искусственного создания ситуации влиятельными людьми которые могут на эту ситуацию влиять или имеющие большое количество денег и мне кажется нельзя проходить мимо таких дел надо не говорить надо все-таки бороться иначе в следующий раз кто-то из вас и из ваших близких можно так а дата такой же ситуации таким завод оболганным и таким за признанным сам ушел сам отравился там там замерз и еще что-то сделал там нельзя этого допускать надо заставлять правоохранительные органы работать нормально честно по справедливости все что я хочу и в этом деле именно это и требуется от правоохранительных органов ничего больше не надо просто честно выполнить свою работу пишите что вы думаете об этом пишите комментарии давайте будем распространять эту информацию давайте не будем давать этому делу так вот уйти лечь на полку и заглохнуть это будет помощь в том числе и ваша многим таким вот забытым и таким образом уже уже чем забвение якобы из-за того что состава преступления нам не было найдено но мне только остается сказать до новых встреч друзья